Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона», и сегодня 16-я глава. Как обычно, я читаю отрывок, затем я его объясняю. Чтобы было понятно, о чем сейчас будет идти речь, давайте вспомним, о чем говорилось в 15-й главе. 15-я глава заканчивается рассказом о том, что идолопоклонство – это безумие. И вот автор в 16-й главе делает вывод, что происходит с теми людьми, которые безумствуют и поклоняются идолам. «Посему они достойно были наказываны через подобных животных, и терзаемым ноженщик чудовищ. Вместо того наказания ты благоденствовал народу твоему. В удовлетворении прихоти их ты приготовил им в насыщение необычной пищи, перепелов, дабы те мучимые голодом по отвратительному виду насланных гадов отказывали и необходимые позывы на пищу. А эти, кратковременно потерпев недостаток, вкусили необычной пищей, ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этих только нужно было показать, как мучить враги. И тогда, как постигла ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызением коварных змеев, гнев то не продолжался до конца, но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминания о западе закона твоего. Ибо обращавшийся исцелился не тем, что взирал, но тобой спасителем всех. И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла. Ибо их убивали из лени саранчи и мух, и не нашлось врачества для души их, потому что они достойны были мучения осих. А снов ты не одолевали зубы ядовитых змеев, ибо милость пришла на помощь и исцелила их. Хотя они и были уязвлены в напоминании им слов твоих, но скоро были и исцелены, дабы, впав в глубокое забвение оных, не лишились твоего благодеяния. Не трава и не пластырь врачевали их, но твое, Господи, всеселяющее слово, ты имеешь власть жизни и смерти, и не сводишь доврат ада и возводишь. Человек по злобе свое убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать взятой души. Давайте здесь разбираться. Что говорит автор? Он противопоставляет мучения евреев, которые действительно были, и мучения египтян. Понятно, почему он обращается к египтянам, они, например, к истории хананеев или каких-нибудь нашествий осирийцев. Книга написана в Египте, ну и поэтому нужно обращаться к местному материалу. Сначала речь идет о страданиях, которые происходят от животных. Точнее, даже не о животных, а то, что происходит через животных. Потому что противоставляется история, которая произошла в пустыне, когда Бог послал евреям перепилов. Вот здесь автор, касаясь этого сюжета, он особо не говорит о том, почему это произошло. А произошло это потому, что евреи странцы по пустыне, они там испытывали голод и начали роптать на Бога, требуя, чтобы Бог дал им мясо, которого у них не было, а как будто бы оно было в Египте. Вот он начал требовать, народ начал требовать от Бога мяса. Бог послал им перепилов, они этими перепилами там объелись. Но в этом рассказе просто говорится о перепилах, о том, что евреи ели и насыщались ими. И тут же идет противопоставление египтян, которые испытывали страдания от всяких гадов, то есть всякая мерзость, которые нападали на Египет. Это отсылка, конечно, к десяти казням египетским, и они были настолько отвратительны, что люди, когда их видели, они теряли аппетит. Ну, можно так понять о том, о чем здесь идет речь. И дальше автор делает вывод, что это урок. Евреи чуть-чуть пострадали, потом они получили этих перепилов. А египтяне, они тоже страдали, но не получили избавления. Господь так и делает, чтобы показать, как мучились их притеснители для того, чтобы евреи были еще более верующими. Дальше идет рассказ о нападении змеев на евреев, когда они странствовали по пустыне. Об этом говорится в книге чисел. Евреи, как всегда, занимались любимым делом, роптали на Бога, и Бог посылает им змеи, которых очень сильно кусают. Дальше Бог через Моисея говорит, что нужно сделать медного змея, на которого должны евреи взирать и получать исцеление. Вот к этой истории тут тоже обращается. Но делаются нравственные выводы и делаются богословские выводы. Во-первых, что змеи – это гнев Божий, но этот гнев не был до конца. То есть Бог не собирался истреблять евреев до конца, Он хотел их вразумить. И поэтому они получили знамение для спасения. И если в книге чисел говорится, что исцеление произошло через медного змея, нехуштан, то здесь нет. Здесь том, что евреи вспомнили заповеди Господни, и то, что они обращались к Господу, к Спасителю, и вот через это они и получали спасение. А не из-за того, что они там имели этого медного змея. Значит, а что противопоставляется вот этим змеям, которые кусали евреев? Им противопоставляется саранча и мухи, которые тоже нападали, нападали на египтян, но египтяне исцеления, избавления не получили. Почему? Потому что они не обращались к истинному Богу. И снова автор возвращается, говорит о том, что на самом деле не трава, не лечебная трава, не какие-то там примочки, пластыри не исцеляют. Бог это делает. Почему? Потому что у Бога власть жизни и смерти. Наверное, вы видели такой образ, скелет с косою, да, и вот коса, вот это, прошу прощения, скелет с косой приходит, там, подсекает жизнь, и человек умирает. Ну вот автор говорит, что нет, и жизнь дает, и забирает жизнь Бог. Значит, не сводишь до врат ада и возводишь. Вот это выражение, там, спуститься до врат адовых, спуститься в ад, оно встречается в Священном Писании, и имеется в виду, что человек испытывает смертельную опасность, но потом Бог его избавляет от этой смертельной опасности. Здесь не надо понимать, что человек умер, и Бог его из могилы поднял. Вот так везде в Священном Писании. И только здесь говорится о том, что Бог может даже человека воскресить, то есть вернуть из ада, вернуть из Шиола. Обычный человек может убить другого. То есть получается, он имеет власть над жизнью, но вывести из могилы, воскресить человека, никто не может, кроме Бога. Поэтому Бог имеет власть над жизнью и власть над смертью. Он может даровать жизнь, может забрать жизнь, а может избавить человека от смерти, воскресив его. Давайте читать дальше с 15 стиха. А твои руки невозможно избежать, ибо нечестивые, отрекшись познать тебя, наказаны силой мыши твоей, быв преследуемы, непоедными дождями, градами, неотвратимыми бурями и истребляемы огнем. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающее, ибо сам мир есть поборник за праведных. Ибо пламя укращалось, чтобы не сжечь животных, посланных на частиву, и чтобы они, видя это, познали, что преследуем судом Божьим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной. Здесь автор снова возвращается к истории десяти казней, и вот то, что он описывает, я это разберу сейчас, вообще-то не встречается в описании книги Исход. Вот тут вода и огонь, и причем они были вместе. Огонь сходил, но этот огонь не касался, например, всяких насекомых или лягушек, которые были одной из казней. Что это такое? Откуда вот эти рассказы? И вот здесь надо рассказать о таком методе толкования, который был у евреев в межзаветный период. Давайте вспомним, что это за межзаветный период. После того, как Вавилонская империя была завоевана Киром Великим, персидским царем, то этот царь повелел евреям вернуться в то место, откуда их привели когда-то вавилоняне. На самом деле, он издал указ, который касался всех народов, но для нас интересны евреи. И вот евреи вернулись, они создали, восстановили храм, создали религиозно-политическую общину, в которой уже не было царя. И бог после возвращения евреев из Вавилонского плена посылал нескольких пророков, например, пророка Агея, пророка Захария, пророка Малахия. Но потом, когда был где-то в середине V века больше на Израиль, на пророков Святой Дух не сходил. То есть, пророчества прекратились. Следующий пророк, это Иоанн Креститель был. И вот наступил период, который называется Межзаветный, или его еще называют Эпоха Второго Храма. Он продолжался там около 400 лет. И вот в этот период евреи были уже верующие. То есть, они уже никогда не впадали в выдовопоклонство. Они были, может быть, не очень хорошими верующими, не очень нравственными людьми, но они были все-таки верующими. И евреи начали изучать Слово Божие. Внимательнейшим образом изучали, рассматривали, и, естественно, они его толковали. И вот в этот Межзаветный период евреи разработали несколько видов толкований, часть из которых потом перешло в Новозаветную Церковь, а часть как бы так остались у евреев. И вот один из таких методов называется Медраж. Что это такое? Это дополнительные рассказы к библейскому тексту, которые как бы объясняют, что там происходило, чем необычно это толкование. То есть эти рассказы вроде бы объясняют, но они никак не вытекают из текста Библии. Происходило какое-то событие, ну, идет такое добавление. Раз. Откуда это взято? Ну, вот откуда-то. Возможно, Медражи это такая кодификация предания. Может быть, это какие-то выдумки, например, выдумки. Может быть, это еще откуда-то. Ну, в общем, есть такие дополняющие библейские тексты, рассказы. Например, есть такой Медраж про Агарь. Ну, Агарь, Агарь. Что мы знаем из текста священного писания? Она была египтянка. и точка. Все. А вот Медраж добавляет, что Агарь была не просто египтянка, она была дочерью фараона, потому что фараон отдал свою дочь Аврааму, когда Авраам был в Египте. Агарь. это непростая женщина. Следы Медража встречаются и в Новом Завете. Например, апостол Павел в первом послании Коринфян в 10 главе рассказывает о том, что когда евреи странствовали по пустыне, то за ними катился камень, скала. И они пили из этой скалы. Что это за история? Это история о том, что Моисей последний раз ударил по скале, скала, из скалы потекла вода, и потом эта скала покатилась за евреями. Евреи шли, скала катилась, евреи останались, скала останавливалась, и они из нее пили. Вот это Медраж. И о чем здесь и далее? Здесь как раз такие Медражи о том, что одновременно на египтян посылался огонь и вода. И вроде бы вода должна тушить огонь, но это не происходило. Есть Медражи как раз об этом, и современные иудеи их знают и перепечатывают. Например, рассказ такой падал град, но град, а внутри этой градины был огонь. И вот одновременно и град, и огонь. Или, например, тоже, это была такая забавная история про нашествие лягушек. По Медражу, в отличие от секса Священного Писания, выпрыгнула одна лягушка большая, по ней ударил Моисей посохом, и эта лягушка рассыпалась на маленькие лягушки. Вот такой Медраж. Читаем дальше. Вместо того народ твой ты питал пищу ангельски и послал им нетрудящимся с неба готовый хлеб, имеющий всякую приятность по вкусу каждому, ибо свойство пищи и показывало твою любовь к детям, и в удовлетворении желания вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдержали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов, но тот же огонь, дабы напитались правильно и терял свою силу, ибо тварь, служа тебе творцу, устремляется к наказанию счастливых, утихает для благодеяния верующих тебя, посему и тогда она, изменяясь во всем, повиналась твоей благодати питающих всех, пожелания нуждающихся, дабы сыны твои, которых ты Господь возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово то есть сохраняет верующих тебя, ибо непребеждаемый огнем, будучи согреваемый с вами лучами солнца, то час растаяло, дабы известно было, что должно предупреждать солнце благодарение тебе и обращаться к тебе на восток света, ибо надежда неблагодарного растает, как зимний ини, и выльется, как негодная вода. Давайте здесь разбираться, значит, здесь тоже медваши, значит, речь, конечно, идет о мане, вот этот ангельский хлеб, значит, и если обратиться к тексту пятикнижа, то эта манна имела вкус лепешек с медом, а здесь автор обращается явно к медрашу и говорит о том, что вот каждый человек, который ел манну, он испытывал свой вкус. Здесь такое очень интересное сравнение, что бог подобен хорошему отцу и угождает своим детям, вот этот ребенок там любит одни плоды, этот другие, этот любит творог, а этот мясо, и вот как бы бог к детям обращался и давал им то, что им кажется вкусным. Дальше вот тот самый рассказ про огонь и лед, то есть град, внутри которого был огонь, который падал на египтян, истреблял их, но он не касался евреев. и тварь, творение божие, оно наказывало нечестивых, но останавливалось там, где верующие. Здесь отсылка к истории из книги исход, когда говорится о том, что нашествия, вот эти казни, они касались только Египта, а той земли, где жили евреи, земли Гесем, они не касались. Далее идет такое наставление о том, что люди, которые питались манной и видели чудеса божии, должны познать, что не хлебом питается человек, но слово твое сохраняет верующим. Это пересказ цитаты из книги второзакония «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом исходящим из божьих», которое потом будет повторено в Евангелиях. Здесь тоже такой же пересказ. Ну и дальше такое интересное толкование истории о том, как себя вела манна. Значит, манну нужно было собирать и собирать до определенного времени. И евреи брали эту манну и из нее готовили, в том числе на костре. И она сохранялась. если оставить манну на земле, не собрать, ну все же не собирали, какая-то осталась, она под лучами солнца тарила. Значит, и какой вывод из этой истории делает автор? Он говорит так, вот то, что манну нужно было собирать до восхода солнца, означает, что нужно вставать засветло, молиться, и молиться не просто куда-то, а обратившись на восток. Ну и то, что манна таяла под лучами солнца, означает, что надежда нечестивых тоже растает. Очень интересное такое толкование каких-то событий священного описания. Такое толкование в христианской экзегетике называется тропологическое или нравственное, когда берется какая-то история или какое-то наставление или какая-то заповедь, и ему придается еще один смысл, кроме буквального. В данном случае нравственное. То есть есть божие повеление о том, что уже собирать до рассвета, что оно тает, нравственные вывод, нужно вставать до рассвета, молиться и надежда нечестивых погибших. Хорошо, мы с вами прочитали 16 главу книги Премудрости Соломона, мы были с вами на библейском портале экзегет, и меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры Севен льгорода Продолжение следует...